Ежедневно около 20 автомобилей в Бишкике принудительно эвакуируют за неправильную парковку. Это статистика самих эвакуаторов. Но в ДПС столицы такой подсчет не ведут. Они говорят, что нарушителей правил парковки настолько много, что они не успевают их оформлять. Между тем, сами автовладельцы полны претензий к инспекторам, говоря о незаконности их действий. Зарема Мусаева разбиралась ситуация. Пользователи интернета все чаще жалуются на то, что их авто незаконно эвакуировали на штрафстоянку. Многие автовладельцы предполагают, что на этом делают прибыльный бизнес. Но законно ли это, споры об этом не прекращаются. Заметив неправильно припаркованный автомобиль, сотрудники ДПС вызывают эвакуаторов. Те в считанные минуты вывозят авто на штрафстоянку. В результате владелец авто не только тратит время, но и 2200 сумм. 1000 сумм штраф за нарушение ПДД, 1100 за услуги эвакуатора и 100 сумм за штрафную стоянку. Назар Бекмуратов тоже недавно попал в подобную ситуацию. Говорит, что был очень удивлен, не обнаружив автомобиль на месте парковки. Вину Назар признает и оплатил положенный штраф. Но насколько законна принудительная эвакуация и почему на этом наживаются частные эвакуаторщики, автовладелец не понимает. Смотрите, если вашу машину без вашего ведома эвакуируют, если вдруг с этой машиной что-то случится, кто несет ответственность? Первое. Второе. Если, например, почему мы должны платить за то, что какая-то частная фирма эвакуировала нашу машину. То есть, если это ГАИ эвакуируют, пускай мы заплатим штраф ГАИ за неправильную парковку, но почему мы должны еще платить за эвакуацию отдельно? Многие автовладельцы задаются вопросом, а судьи кто? И по адресу ли поступают деньги от штрафов? В поисках истины мы побывали на штрафстоянке. Она, как выяснилось, находится за улицей Алма-Атинской. Штрафстоянка Ахжилтуя находится за моей спиной, прямо за этим забором. Нас пока здесь не пускают, но за это время, буквально за пару минут, сюда заехало два эвакуатора. Это четыре машины. Эвакуаторы от интервью отказались. Зато инспектор ДПС, оформивший штраф, рассказал, что это уже третья машина, эвакуированная им за день. Иногда он принудительно эвакуирует по шесть-семь авто. Вот я оформил штраф за парковку в неположенном месте, собрал права. После оплаты штрафа владелец авто сможет собрать машину. Дорожно-патрульной службе тоже хорошо знают свои права. Они говорят, что ничего незаконного они не совершают. Бездумных, а тем более корыстных действий, инспекторы совершить не смогли бы, говорит старший инспектор ДПС Джейнбек Большевиков. Для убедительности повысили штраф от 300 сомов до 1000 сомов. Ну, данное действие желаемого результата не дало. Все равно очень много нарушений правил остановки стоянки, вы знаете, да, наверное. Из-за этого у нас тоже снижается пропускная способность улицы, сужается дорога. Потом, сейчас, сначала, от недавних пор начали практиковать именно принудительную эвакуацию. Законность своих действий инспекторы готовы отстаивать и в суде. Но готовы ли судиться несправедливо оштрафованные автовладельцы – вопрос спорный. Ведь сегодня за все время съемок от интервью, дабы не ухудшить отношения с ДПС, отказалось немало людей. Зарима Мусаева, Азамат Кудыртоктоев, Общественный Первый канал.